Лекция. Хронический пилонефрит. Пилонефриты составляют 60% всех заболеваний почек. Является самым распространенным заболеванием в нефрологической практике. 40% случаев являются причиной хронической почечной недостаточности. И соотношение больных женщин и мужчин 2 к 1. Причина хронического пилонефрита у женщин. Особенности анатомического строения уретры. Она более широкая и короткая. Дефлорация и нередко сопутствующая ей травматизация и инфицируемая уретры. Вулевовагинит. Беременность. Ранный послеродовый период. Применение гормональных контрацептивных средств. Пилонефрит. Это инфекционное заболевание, при котором в процесс вовлекаются почечные лоханка, ее чашечки и вещество почек с преимуществом поражения интерсоциальной ткани. В связи с этим пилонефрит является интерсоциальным межуточным нефритом. Этиология. Грамотрицательная флора. Группа микробов протея. Синегноя палочка. Другие виды. Грамотрицательная флора. Энтерококк. Энтеробактер. Клапсиела. Грамоположительная флора. Стафилококк. Стрептококк. Л-форма бактерий. Микоплазмы. Вирусы и грибы. Ассоциация возбудителей. Пути попадания микробов в почки. Различат. Гематогенную инфекцию. То есть нисходящую. И восходящая. Ишерихиколе. Протеус. Энтеробактер. Попадая в мочевой пузырь. Инфекция. В дальнейшем продвижении способствует слабость пузырно-мочеточникового соединения. Пузырно-мочеточникового рефлюкс. Утрепочечный рефлюкс. В развитии пилонефрита различаются следующие основные этапы. Акгезия. Инвазия. Колонизация. Пролиферация. Повреждение ткани хозяина. Последовательность поражения структур почки при хроническом пилонефрите. Канальцы. Эпитериальные клетки. Сосуды. Интерстиции. Кровеносные и лимфатические. Нервы. Интерстиции. И клубочки. Классификация. По возникновению. Пилонефрит первичный. Не связан с предшествующим урологическим заболеванием. Пилонефрит вторичный. На почве поражение мочевыводящих путей урологического характера. По локализации в освертии процесса. Пилонефрит односторонный. Справа или слева. Пилонефрит двухсторонный. Пилонефрит тотальный. Прожжающий всю почку. Пилонефрит сегментарный. Прожжающий сегмент или участок почки. Фаза заболевания. Фаза обострения. Фаза ремиссии. Клинические формы. Гипертоническая форма. Рецидивирующая форма. Септическая форма. Гематурическая форма. Анемическая форма. Латентная форма. Нефротическая форма. Клиника. Интоксикация. Повышение температуры до 38-40 градусов Цельсия. Слабость. Вялость. Головная боль. Тошнота. Рвота. Обыльное потоотделение. Болевой синдром. Пыстропраздная боли в животе. Поясница. Положительный симптом пастернацкого. Диуретический синдром. Частый. Обыльный. Болезненный. Учешенный мочеспускание. Недержание мочи. Нектурия. Олигородии. На стадии хронической полученной недостаточности. Мочевой синдром. Изменение цвета. И прозрачности мочи. Появление незначительного количества лейкоцитов. Бактерий. И клеточных петель в моче. Редкоцилиндрурия. Гипостенурия. Изостенурия. Протенурия. Бактерурия. Синдром анемии. Хронический пиелонефрит. Способствует угнетению выработки почками. И ретропоэтического фактора. И развитию анемии. Возникающих на фоне хронического воспалительных заболеваний. Нормохромная. Чаще микроцитарная. Чаще микроцитарная. Среди кроцитоза. Синдром артериальной гипертензии. В 40% случаев. Диагностика пиелонефрита. Общий анализ крови. Прозник воспаления. Общий анализ мочи. Лейкоцитурия. Протенурия. Анализ мочи по Нечпоренко. Проба по Зимницкому. Проба Коковского-Адиса. Кровь на остаточный азот и мочевину. Бактериологический посев мочи. Анализ мочи на стерильность. Микробное число более 100 000. УЗИ. Экстреторная урография. Чаще односторонное поражение. Микционная цитография. Выявление нарушения пассажа мочи. ПЦР-анализный инфекционный агент. Компьютерная томография. Лабораторные критерии. В период обострения характерны снижения относительно плотности мочи. Протенурия. Суточная потеря белка не выше 1,5-2 г. Лейкоцитурия. Бактериурия. Сверху 10 колоний в 1 мл мочи. Полиурия. В период обострения встречается относительно часто микрогематурия. Цилиндрурея. Положительные острофазовые реакции. Ацидоз. Во время ремиссии. Чаще, но не всегда. Открывается изолированная лейкоцитурия. Лейкоцитурия. Использование проб с количественным подсчетом клеток, осадок мочи, ничпоренко, кокосовского адиса, помогает выявить скрытую лейкоцитурию. УЗИ. Возможные УЗИ-призники хронической пилы нефрита. Асимметрия размеров почек. Уменьшение в размерах пораженной почки. Изменение эхоплотности. Истончение паренхимии и ее уплотнение. Расширение и деформация чащичной лоханочной системы. При обструкции мочевых путей, гидронефроз, конкременты. Экспритурная урография. Диагностические критерии. Патогономичные клинические признаки дезурия, полиурия, повышение температуры тела, ознобы, боль в поясничной области. Диагностически значимая паксирурия. Более 100 000 микробных тел в 1 мл мочи. Изменение осадка мочи. Лейкоцитурия. Микрогематурия. Преобладание лейкоцитурии над микрогематурией. В пробе Нечпаренко количество лейкоцитов в 1 мл мочи более 4 000. Диагностические критерии. Патогономичные клинические признаки. Дезурия, полиурия, повышение температуры тела, ознобы, боль в поясничной области. Диагностически значимая паксирурия. Больше 100 000 микробных тел в 1 мл мочи. Изменение осадка мочи. Лейкоцитурия. Микрогематурия. Преобладание лейкоцитурии над микрогематурией. В пробе Нечпаренко количество лейкоцитов в 1 мл мочи более 4 000. Патогономичные иринологические признаки. Выделительная пилография. Деформация чащественно-лоханченной системы. Пилоэктазии. Увеличение регионально-квартикального индекса. Уменьшение парень химии на полюсах. Ультразвуковые признаки. Асимметрия размеров почек. Расширение чащественно-лоханченной системы. Аскультация. Неоднородность почечной парень химии. Нейронность контура почки. Принципы лечения. Диета. Водный режим. 1,5-2 литра жидкости в сутки. Антибактериальная терапия. Растительные уросептики. Средства, улучшающие микроцикуляцию. Общие укрепляющие средства. Санаторно-курортное лечение. Противорецидивное лечение. После достижения ремиссии хронической пилонефрита. Назначается поддерживающая терапия. Длительницы до месяцев. Она включает дневные ежемесячные курсы антибиотиков. В средних дозах до 6 месяцев. В интервалах проводятся курсы сульфаналамидных препаратов. Ура-антисептиков. Бесептол, пятнок и другие. Фитотерапии. Прогноз. При хроническом пилонефрита ухудшается по мере увеличения стажа заболевания. При наличии внутрибольничной инфекции, иммунодефицитных состояний, гнойных осложнений или абструкции мочевых путей. Появление устойчивых к антибиотикам микрофлора. У 10-20% больных хроническим пилонефритом развивается хроническая почечная недостаточность на фоне сморшивания почек. У 10% больных хроническим пилонефритом с артериальной гипертензией формируется злокачественная его форма. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...